Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия! С вами Светлана Шаганова и Руслан Куркмазов. Сегодня мы расскажем о том, как Хюрем обрела свое счастье в Карачаево-Черкесии. А еще мы нашли доказательства, что мы живем гораздо лучше, чем об этом говорим. Начинаем, поехали! Поехали! Доллар и евро сейчас стали первой необходимостью для жителей Карачаево-Черкесии. И не надо ходить везде, искать, где дешевле, где дороже. Можно сходить в Московский индустриальный банк, где очень симпатичные курсы. Кстати, сегодня отделение работает по улице Лейна, 71 в Черкесии. Идем за долларами? Ну, после эфира обязательно. Нужно запасаться, может, весной. Как гречкой. Да, повезет поехать куда-нибудь. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. В Карачаево-Черкесии такого еще не было. Российский часовой завод НИКО представил в республике всю свою коллекцию золотых и серебряных часов. Витрины ломятся от золота и серебра со стрелками и драгоценными механизмами. Серебряные часы стоят от 9 тысяч рублей, золотые от 28 тысяч. Но в Карачаево-Черкесию привезли и множество часов стоимостью, как отличный автомобиль. А для гурманов дорогих часов есть даже часы с мусульманским паспортом. Такая халяльность нынче стоит 234 тысячи рублей. Часовой завод НИКО, проанализировав жизнь Карачаево-Черкесии, решил завалить нас золотом и серебром. Потому что мы это быстро раскупаем. Получается, мы не так уж плохо и живем? Вот, но поэтому мы должны и побеспокоиться о жизни братьев наших меньших. И поэтому переносимся сейчас в приют для домашних животных «Белый клык». Светлана Шаганова привезла очень душесчипательный репортаж. У входа нас встречает четвероногий хозяин, хан. Он охраняет кошкин дом. Здесь небольшой переполох. Каждая кошка хочет попасть в объектив телекамеры. Только британец Шах сидит в сторонке. Немного скромничает. Не зря ведь голубых кровей. К законам общежития многие уже здесь привыкли. Только новички Василиса и Капитошка взобрались высоко и общаться не желают. А вот эта жгучая брюнетка готова была вцепиться когтями в наш микрофон. Асти просто не желает давать интервью. Ведет себя дерзко и неспроста. Кошка попала под колеса автомобиля. Вовремя пришел на помощь Анар и вернул ей жизнь. Асти сейчас проходит реабилитацию. А может именно здесь живет ваше пушистое счастье? Мир разделился на два лагеря. Одни любят кошек и собак, другие нет. Но однажды, увидев вот этих пушистых животных, поверьте, мир становится ярче и добрее. Жизнь в приюте Белый Клык вроде бы налажена. Собаки и кошки, пройдя необходимое лечение, восстанавливаются. Трехлапый султан залезывает свежие раны. Не в бою пострадал от жестокости людей. Вопреки известному фразеологизму, кошки с собаками живут здесь дружно. Наверное, благодаря хозяину Анару. Вот такую любовь они испытывают к своему спасителю. Но животные чувствуют скорое расставание. Меня забирают в армию и ровно год я буду отсутствовать. И моим животным срочно нужен человек, люди, которые смогут весь этот год ходить и ухаживать за ними. Ведь эти животные попали к нам с улицы, покалеченные, больные. Нам срочно нужны волонтеры, добровольцы. Животные остаются одни. И если не найдется человек, который сможет ухаживать за этими животными, то, к сожалению, все эти животные просто погибнут. Печальная мира едва выглядывает из своей будки. А ведь немало и бездомных людей, которые сейчас ищут свой кров. И у них есть возможность хотя бы на время решить свой жилищный вопрос. Пожить здесь и ухаживать за животными в отсутствии Анара. Небезразличные люди продолжают помогать приюту Белый Клык. Очень хотелось бы попросить вас о помощи, что в отсутствии, когда меня не будет, хотелось бы собрать средства на корма, чтобы мы перечислили эти деньги зоумиру, поставщикам нашим, которые поставляют каждый месяц нам корма. Чтобы не было никаких проблем, мы очень нуждаемся в вашей помощи. И надеемся, что вы нам поможете. Солнечный октябрь всем на пользу. И людям, и животным. Рыжик окрасился в цвет осени, принимает солнечные ванны и любезно позирует на камеру. Кто-то мечтает о новом хозяине и новом доме. Да, хорошая конура. Большая. Не то, что у меня. Чудак, это не конура. Это квартира. Две комнаты с кухней. Еще ванная. В приюте уютные вольеры, пуховые перины и ковры. Но все же есть надежда обрести постоянное жилище. Все кошки и собаки привиты, стерилизованы. А главное, от них исходит доброта. И взамен эти причудливые мордашки хотят такого же к ним отношения. Хоть закон и принят об ответственном обращении с животными, но пока нет возможности у государства открывать приюты для кошек и собак. Да, это затратно. И пока эта бездомная пропасть будет существовать, так и будут гибнуть эти беззащитные существа. Ведь таких благотворителей, как Анар Баширов, единицы. Остается только протянуть руку помощи. Вот этим усатым-полосатым. А в ответ услышать чистосердечное собачье-кошачье спасибо. Светлана Шаганова, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Из приюта «Белый клык». Несколько месяцев назад Светлана Шаганова тоже делала такой же хороший репортаж о домашних животных в приюте. И вы знаете, после этого репортажа пришли люди и забрали многих животных себе домой. И вот даже там была героиня Хюрем Султан. Да, ее изумрудные глаза не давали никому покоя, можно сказать. И она, кстати, одной из первых попала в добрые руки в новый дом. А знаешь почему? Потому что ты смогла распознать ее, преподнести так вкусно. Хюрем Султан кто назвал ее? Ты назвала. Там еще один вкусный кот живет. Его зовут Шах, породистый, британец, веслоухий, мордатенький такой. Ну тоже просится в добрые руки. И еще очень красивый Майкун. Тоже в добрые руки. А Майкуна как ты назовешь, чтобы его быстрее забрали? А Майкун кошечка, ее зовут Белка. Не слишком ли так простолюдински? Ну, могут дать свое имя новые хозяева. Кстати, все кошки привиты, стерилизованы. Может, сестра Хюрем Султан. Да, воспитаны, а какие красивые. Да, поэтому давайте, чтобы понять, о какой Хюрем Султан мы говорим, мы повторим этот репортаж, потому что он реально шикарный. Все бездомные собаки и кошки мечтают обрести свою теплую будку и, конечно, хозяина, который будет заботиться. Приют Белый Клык собрал бы, конечно, всех бездомных животных. Но сюда попадают покалеченные собаки и кошки. И причиняют им зло именно люди, жестокие и хладнокровные. Собачка лает и очень хочет сама рассказать, в какую беду она попала. Но собачий язык мы не понимаем. И все душещипательные истории рассказывает хозяин приюта. Его нашли в районе центрального нашего парка. Обратилась неравнодушная женщина. На глазах детей, на детской площадке эту собаку избивал мужчина. То есть взял палку и начал ее бить по спине. Два раза попал. Был поврежден глаз. Вот. Собачку мы тоже простабилизировали, вылечили. Но собака на данный момент нам не доверяет. То есть мы в вольер заходим с осторожностью. Потому что собака из-за травмы, то, что ей причинил человек, сейчас проявляет агрессию. Анар – ангел-хранитель этих животных. Он как доктор Айболит, спешит к едва выжившим животным. Лечит вот таких беззащитных кошек и собак. Выхаживает их. Здесь не просто приют. Своеобразный госпиталь для животных. Но чтобы содержать их и тем более лечить, нужны средства и немалые. Фондов специальных нет. И приходится рассчитывать на помощь неравнодушных людей. Очень многие люди не понимают, что вот ты спасаешь собак, кошек, зачем вы их вообще лечите. Это существа, которые должны жить на улице. Но это все неправильно. Потому что животные, кошки, собаки должны жить с человеком. И они нуждаются именно в человеческой помощи. На пожертвования Анар купил дачный участок. Установил вольер и одним словом создал уют для кошек и собак. В живописном дворике очень комфортно. В каждом кустике встретишь забавную кису. Жанет прячется от солнышка. А кто-то решил пообедать. Здесь у кошек два домика. Вот чистый блок. В нем все стерильно. Так называемая зеленая зона. В холодильнике молочные продукты, необходимые лекарства, вакцины. У нас есть кормящая собака, кошки. То есть они питаются у нас молочными продуктами. Дальше у нас тут есть вакцинации. Мы животных вакцинируем. Вот собачьи вакцинации, кошачьи вакцинации. Живодная вакцинация у нас как бы обязательно. Вот щенячьи вакцины, сыворотки. Все это как бы мы животных стерилизуем, вакцинируем и пристраиваем в добрые руки. То есть люди могут не бояться, когда у нас берут животных. Потому что у нас все как бы в таком... Животные уже здоровые. Да, животные у нас здоровые. Хозяин старается, чтобы меню у животных было разнообразным. Но все это быстро заканчивается. И опять-таки оказывают поддержку люди. Либо корм привозят, либо перечисляют средства. Второй домик – изолятор для кошек. Красная зона. Здесь находятся кошечки с разной патологией. После лечения они присоединятся к здоровым своим четвероногим друзьям. Вот трехлапый Афоня. После ампутации он вернулся к жизни. И научился ходить без четвертой лапки. Лапа полностью гнила. Отвезли в клинику. Простабилизировали животное. И ампутировали переднюю лапку. Так как лапку спасти уже вариантов не было. Уже поздно котенка обнаружили. И лапка полностью отсохла. Сейчас тоже нуждается в доме. Но несмотря на то, что он трехлапый, тоже себя чувствует активно. Прыгает и по кроватям. То есть все у него хорошо, полностью здоров, привит. Вот тоже ищет дом. А вот самая печальная киса – вишенка. Взгляд очень жалобный. Но все позади. Вовремя попало в добрые руки. Животные, как люди. Такие же разные. И внешне, и по характеру. Вот причудливая кошка Бетти. А на этаж выше взобралась рыжая хюрем. Тоже пока на карантине. Здесь, как в санатории, после всех процедур – релакс. Можно поваляться на кровати. Помещение кварцуется. Регулярно меняют и постельное белье. Но само название «приют» – это временное пристанище. И желание хозяина, чтобы здоровых кошек и собак забирали. Дай Джим на счастье лапу мне. Наверное, каждый из них хочет протянуть свою лапу своему хозяину. И, конечно, обрести свой теплый и уютный дом. Есть такие отзывчивые люди, как Анар, которые безумно любят животных. Но есть и недоброжелатели, которые обвиняют этого молодого человека в том, что все это он делает ради хайпа. Ну, сразу же начали обливать грязью, ложью, что якобы это все делается ради хайпа, ради личного заработка. Но это все неправильно, неправда. И наши подписчики видят нашу работу, люди нам верят. И вот все показываем. Выставляем финансовые отчеты, показываем отчеты о проделанной работе. То есть участок и благоустройство участка обошлось нам, конечно же, не за малые деньги. Очень крупная сумма вышла. Но все же, конечно, в нашей социальной сети, в Инстаграме все, как бы все чеки, все есть. На официальной страничке в Инстаграм все прозрачно. Здесь все доходы и расходы. И, конечно, вся жизнь приюта здесь, на этих фотографиях, печальных и радостных. Радость, когда кошку или собаку спасли от смерти и забрали из приюта добрые люди. И одна из поправок в Конституцию касается именно защиты животных. И, может быть, после этого окружающие будут более ответственно относиться к братьям нашим меньшим. Ведь не зря говорят, животные, они как люди. Все понимают, так же хотят жить. И у них тоже есть мечта. Одна на всех. Обрести хозяина. И наверняка есть люди, которые, может, именно сейчас ищут свое пушистое счастье. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Стас Полянский, Александр Горпенченко. Вести. Крачаева. Черкесия. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Таким мы сделали это бодрое, симпатичное субботнее утро. До новых волнующих встреч. Пока-пока. Так, бежим за гречкой, бежим за долларами и за золотыми часами. Ах, да. Ах, да.